Мои подписчики шлют мне, Игорь, верни бороду. Я говорю, так, сегодня у нас тут есть бородатый. И без бороды чистый секс. Это 350 гектар, 26 водоемов, гольф-клуб полноценный, 3 ресторана. Беззвучное пианино, видел такое? Творческий процесс в разгаре, я учу слова. Мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери. И не бойся что-то менять. Так это хит. Что это? Кто это снимает? Блогер-миллиардер. Что, ребята, мы приехали в гости Кимину Агаларову. Посмотреть, как он ведет бизнес. Как он взаимодействует со своими сотрудниками, со своей командой, со своими партнерами. Мы сейчас все это посмотрим и вам покажем. Потому что Эмин, ну, один из, собственно, талантливых бизнесменов, талантливых предпринимателей и очень творческий человек. Ну, здравствуй, Эмин. У меня в Крокус-Холле даже так не бывает. Почему? Жарко. Жарко? Ищи. Чем больше о тебе информации о том, что ты делаешь, тем больше гигантский вихрь ты закрутишь. Ну, я бы вообще хотел, чтобы это был не вихрь, а торнадо. Цунами. Цунами, который втягивает в себя все, что бесхозно и то, что плохо лежит. Определили новым брендом, который называется Жара. И Жара вот это вот и есть, как мне кажется, то самое свежее дыхание, движение, вихрь. Торнадо можно назвать как угодно, потому что это самый сегодня жаркий и масштабный фестиваль, который проходит в Баку. Показывают его в эфире Первого канала, куда приезжают более тысячи артистов. Добрый вечер, Баку! И вокруг этого фестиваля сейчас происходит очень много интересных новых проектов, в том числе премия, которую мы первый раз провели в прошлой весной в Крокусе Холли. Это музыкальная премия, где артисты голосуют за артиста. То есть она абсолютно транспарентная, честная и это единственная премия, где в реальном времени голосование происходит прям всю минуту. Это круто. Мы запустили радиостанцию Жара FM на волне 100.5. Это самая свежая станция. Здесь тоже есть фишка в том, что у нас нет программных директоров как таковых. Мы не обязаны работать с артистами, мы обязаны работать с треками. И треки, которые сегодня в стриме, самые популярные в интернете, они у нас в ротации. То есть мы фактически пытаемся угадать вкусы тех, кто сегодня слушает молодежную музыку. То есть радиостанция до 22 лет. Вы берете туда уже действующих артистов? И действующих, и свежих. Есть, допустим, песни, которые у всех на слуху, но никто не знает, кто поет. И вот мы их как бы пытаемся дораскрутить. Куда тыкнуться молодым детям? В интернете, абсолютно точно в интернете. Все сейчас в интернете. Люди, если им что-то нравится, они делятся, посылают другу, знакомому. Но мы видим это по анекдотам или вайрл-видео в WhatsApp. Если им что-то нравится, ты посылаешь всей своей книжке. Соответственно, с музыкой происходит то же самое. Делаешь много реферальных ссылок, и ты заметил. Беззвучное пианино. Видел такое? Давай бит какой-нибудь взять. Дай их. На краю Два одиноких сердца, две мелодии И дальше, самое главное, это музыкальный лейбл «Жара», который мы только что запустили две недели назад. Это будет самый, как мне кажется, продвинутый музыкальный лейбл для артистов разных категорий, и больших, и взрослых, и средних, и молодых, и самых только начинающих. Потому что мы не инвестируем в артистов, а инвестируем в их контент. Вот этот маховик «Жара» будет раскручивать новых, свежих артистов. А также монетизировать тех, кто уже работает в артистах. Но это уже не творчество твое, это уже бизнес. Такой сплав, вот, смотри, бизнес, творчество и сообщество. Ну, плюс семья, и он дает вообще такой кругозор обычный. И, собственно, здесь возникают все вот эти узоры обстоятельств, управляемые совпадения, как их называют. Ну да, одно питается от другого. Когда у тебя разносторонняя сфера деятельности, то, в принципе, находишься какие-то новые фишечки. Ну вот расскажи мне, потому что я смотрю на твои часы и прям думаю, блин, прикольная штука. Тоже что-то необычное. Это часы «Юбло», друзья. Скажи, вот это пошло? Это «Хубло». А, это «Юбло». Это дорогие, это не очень дорогие. У вас дорогие. Да ладно. И… Слушай, они прям какие-то прикольные. Они прям такие, морские. Это был конкурент «Панерай» в довоенное время. «Панерай» выиграл итальянский бит на снабжение итальянской армией. И дед вот этого чувака стал банкротом. И через три поколения он, значит, дед или прадед, он достал его чертежи и начал снова делать эти часы. Я был его первым партнером, таким большим основателем. Мы открыли магазин в Москве. И потихонечку уже сколько? Шесть, семь, восемь, девять лет. Я уже не помню. Марка развивается и успешно мы торгуем этими часами. То есть ты здесь в России представляешь? Local Exclusive Partner. Это одно из направлений. Очень круто. Заеду обязательно такие часы. Да, посмотрите. Ты, кстати, с чего начал в холдинге? С какой позиции? В холдинге я начал с коммерческого директора отдельного направления. Фэшн. Потом другое, потом стал группа коммерческая. Начал с фэшн, потом занялся Крокус Тимолом. Потом начали строить первый Вегас, занялся естественно Вегасом. Потом ресторанным сектором. И как-то фактически в компании занимаюсь сегодня всем, кроме Крокус Экспо и магазином Твой дом. Семнадцать лет я в компании, почти восемнадцать. И я соприкасаюсь со всеми службами, сотрудниками. То есть я как бы полностью вовлечен во все процессы. Я стараюсь разгрузить отца, потому что у него само много проектов. Я понимаю, что в каких-то вещах он уже устал заниматься ежедневной рутиной. Надо с него это снимать. Потому что компания все-таки должна развиваться более молодым пластом сотрудников. И это моя задача. Я надеюсь, если мои дети будут со мной работать, они сделают то же самое. Потому что мы все равно, даже сейчас, в свои почти сорок лет, я понимаю, что во многих вопросах я становлюсь неактуален. Устарел. Устарел, все, новая модель нужна. Вообще, сколько у тебя места в творчестве, бизнес, семья? Ну, если так поделить, все свободное время я стараюсь быть с детьми. Они у меня, вот сейчас они в Москве, я с ними каждый день на работу, на спорт. То есть, целый день крутятся со мной. А когда они в школе в Баку, то я летаю к ним практически еженедельно. Что касается музыки, это все, что я делаю после работы. У меня рабочий день, как у обычного человека, до семи, восьми, девяти, ну, в офисе я работаю. А после это запись, репетиции, концерты. И если я выкраиваю какие-то блоки, в год это порядка, наверное, в среднем 60-70 концертов, то это вот пять-шесть дней меня там нет в офисе. Но я онлайн, айпэд, телефон. С телефоном не расстаюсь даже в постели. А кто сейчас не расстается в постели? Да. Мама мне всегда говорила, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. У меня это прямо устаканилось. Я не откладываю даже на пять минут, я могу сделать сейчас. Очень интересный для меня момент, следующий момент, когда я своих детей готовлю, да, но мне прямо не хочется, чтобы они были такие жесткие, как я могу быть. Как у тебя? Потому что ты же видишь, как отец по отношению к тебе, да? Вот расскажи, как у тебя, потому что здесь явно какой-то конфликт. Ну, это вопрос характера. Успешный отец. Все решения, жесткие, не жесткие, которые они принимают, они в результате ретранслировались в большой успех. Естественно, дети смотрят и думают, да, круто, я тоже так хочу. Главная, основная проблема состоятельных родителей, что дети ничего не хотят делать. И, естественно, мне тоже не в кайф каждый день последние 20 лет утром просыпаться и идти целый день работать. У меня было в детстве, он когда видел любую лень, его это очень сильно задевало, и он мог очень сильно ее пресекать. Ходит, что-то выписывает в магазинах товар, я там хожу, руки в карманах, все. В какой-то момент он мог придется сказать, ну, ты, если так будешь продолжать, ты вырастешь абсолютным ничтожеством. И ничего из тебя не получится. Поэтому ты должен либо собраться, либо мне такой сын не нужен. И как бы ты вот после таких фраз… Прямо так говорил. Прямо так говорил, да. И ты понимаешь, что надо как-то собраться. Здесь удивительная площадка, потому что это 350 гектар, 26 водоемов, гольф-клуб полноценный, гольф-поле полноценное, 3 ресторана. И половина этой земли отдана под рекреацию. То есть под те зоны, которые невозможно купить, они как бы всегда будут зоной общего пользования. Для России это очень редкое явление, когда архитектура такая, американизмы. Слушай, это стиль какой? Потому что я в Америке часто видел такие вот… Да, да, у нас как бы очень много, потому что мы прожили какое-то время в Нью-Джерси. И очень много вдохнули. Архитектурные решения. Да, не только архитектурные. Как бы дороги, ширина этих дорог. Некое есть понятие driveway, что к дому надо подъезжать. Не сразу ты упершься к краю дома. То есть какая-то площадка у тебя перед домом. Но ты знаешь, что Технониколь в России самый крутой производитель Шинглз? Вот это вот. А, не знаю, нет. Сколько вот этот, например, участок стоит? Они по гектару, эти участки. У нас, например, вот этот участок, например, самый ближний… В Beach Club, да? Да, он бесценный. Объясню почему. Потому что здесь проходят все большие свадьбы. Ну, например, вот этот слот сколько? Ну, в принципе, наша цена, она 150 тысяч долларов за сотку. То есть если вы покупаете, грубо говоря, полгектара, то это 7 с половиной миллионов долларов. Так, а здесь вот этот слот как он? Гектар. Гектар. Ну, совсем немного так сказать. 14 миллионов. 15. Но смысл в том, что их всего здесь, наверное, осталось 5 или 6. А ты как это всегда видишь? Но подписчикам скидка сколько процентов? Ну, 10 как минимум. 10 как минимум. Поэтому, ребята, не 15 миллионов долларов, а… Скидка везде. Ну, там, 13 с половиной там. Ну, я думаю, до 13-ти можно. Да. Мы же просто азербайджанцы, мы если что-то не скинем, нам даже самим некомфортно сделку делать. Я Брэндон, привет, Брэндон Стоун. А что я приходил давно, что обсуждение нового моего клипа, где Эмин играет Хосе Мамедо. Давай, напой сейчас. Уже напевать? Да, напой. Она строптивая, невыносимая. Все на свете сходят от нее с ума. Она красивая, всеми любимая. Но сегодня будет лишь моя. Ну и дальше уже все. Мне кажется, круто вообще. Так, ребята, мы сейчас едем в дом Камину, значит, где немного, немного. Четыре тысячи метров. Я всегда хотел понять, для чего строить такие дома, потому что, мне кажется, за год сложно посетить каждую комнату. Абсолютно правильно. Непонятно, для чего их строить. Просто, когда строишь, поскольку мы строители, построить, в принципе, две тысячи метров или четыре тысячи метров, оно как бы одинаково сложно и не сильно дороже получается. Объект такой. Какой узел, интересно, называется? Да никакой. Никуда не уплывет. Не море. Как ты это называешь? Дом, имение? Да это дом, мой дом. Слушай, ребята, ну мне кажется, это не дом, это какой-то прям замок или… Ну, в наследство что-то детям надо оставлю. Вот здесь основная комната, которой мы каждый день пользуемся. Все остальное – мертвяк. Бассейн. О, ну тут понятно. Тогда понятно, почему четыре тысячи. Если только такой бассейн. И вот главное тусовое место. А мы сейчас в ground floor находимся или где? Это подвал. Подвал, да. Игорный стол. Да, кстати, а вот эта вся коллекция пластинок винила, это подарил мне дедушка. Он всю жизнь коллекционировал. Все оригиналы. В советское время это все было не достать. Даже есть пластинка, которую все время подписал наш друг семейный. Муслим и Гаман. 86-й год. Охуешь. Это рабочий, вот на нем я слушаю. Серьезно? Это же патефон. Вот, кстати, последний дуэтный альбом со всеми артистами. То, что я записывал, дуэтные песни. Ну что, покажу вам гараж. Так, ребята, вот пока гулял тут с Эмином Агаларовым, встретил Дениса Клявера. Ну, для тех, кто не знает, то я меня зовут Денис Клявер. Может быть, такая группа «Человек вдвоем». Очень популярная. Жизнь разбита пополам. Крупкое стекло. Для решения ошибок время и стекло. И никто не знает, что там будет впереди. У меня вышла новая песня, называется «Она, когда ты станешь большим». Смысл песни – разговор отца с сыном, с дочерью. Идея клипа в том, что я пригласил своих друзей, спортсменов, актеров, музыкантов, стоящих отцов. Они просто каждый пропевают кусочками песни. Меня возьмешь? Конечно. У меня четверо детей. Да? Все, взял уже. А прямо сейчас я посниму тебе, дорогой. Нет, серьезно. Значит, творческий процесс в разгаре. Я учил слова. И когда ты станешь большим сыном, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешься двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большим дочкой. Денис Клявер, ты просто the best. Нормальный будет клип. Будет круто. Смотрите его по телеку и в ютубе. Погнали. Это крутую машину я купил в Америке. Чувак продал мне прямо на дороге. За 300 долларов. За 12 тысяч долларов. То есть это американские кинофильмы, знаменитый задний диван, на котором все и происходит. Передний диван такой же. Самая фишка американских машин заключалась именно в этом. Ребята, надеюсь, было очень вкусно, мощно, сочно и полезно. Каждый из нас это такой вот повар со своими представлениями, который готовит наши чувства для потребления нашим сознанием. А потом обильно поливает их творческим соусом таким, творческой энергией. И все это называется жизнь. Что это? Кто это снимает? Блогер-миллиардер. Кстати, правда. Ну и, конечно же, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить что-то важное. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Встретимся в следующем влоге. Пока!